Это у нас собачка с красивым именем Оливия. За ее судьбой наблюдали многие интернет-подписчики приюта Ласка, а все потому, что пес находился между жизнью и смертью. К счастью, благодаря неравнодушным людям собака выжила и чувствует себя хорошо. Еще пару месяцев назад Оливия выглядела так. Зрелище не для слабонервных. Трагедия случилась на улице Лебедевского. Как это часто бывает, животное выбежало на проезжую часть, водитель не успел остановиться. Не остановился и после, чтобы помочь покалеченной собаке. Оливии было страшно и больно. Она истекала кровью, когда ее подобрали прохожие и отвезли к врачу. Ливии нашей сделали операцию. Ей поставили спицу. У нее в передней лапке теперь стоит спица. И скорее всего врач сказал, что ее не надо будет доставать, потому что у нее там нету кусочка косточки. И поэтому она останется такая робопеса. Но при этом со временем она все равно расходится, меньше и меньше начнет хромать на переднюю лапку. И, говорит, со временем практически будет незаметно. Робопес, кажется, уже совсем позабыл о той трагедии. Волонтеры Ласки были уверены, что собаку ищет хозяин. Попытались сами в социальных сетях найти владельца Оливии, но чудо не произошло. Когда мы выбираем героев для нашей программы, просим полностью готовых к отдаче, адекватных и социализированных. Понятно, что под эти критерии подходят не все собаки. В Ласке много инвалидов, которые, как правило, остаются в приюте до конца своих дней. Много тех, кто с годами одичал и даже озверел. Ведь не каждому псу достается заботливый волонтер. Людей здесь не хватает. Мы говорим об этом постоянно и продолжим это повторять. Совсем тяжелые случаи, когда собаки действительно сходят с ума, обычно вызваны цепным содержанием. То есть собака, которая содержится на цепи и при этом не имеет выгула, она не видит других людей, собак и всего остального, рано или поздно она сойдет с ума, потому что цепное содержание крайне негативно влияет на психику. К тому же для цепного содержания подходят не все собаки, но абсолютно все с удовольствием полежат на диванчике на мягкой подушке. Если вы решили, что животное будет жить в квартире, вот несколько советов по организации места отдыха для собаки. Оно должно быть сухим и светлым, без сквозняков. Можно выделить питомцу даже отдельное кресло. Если вы все же решили, что пес будет жить на улице, необходимо понимать, что будка или вольер станут для собаки домом и он должен быть комфортным, просторным, защищал от ветра, холода и жары. Подробные инструкции о том, как сделать хорошую будку, есть на сайте приюта Ласка. Напомним, там же и фотогалерея, которая регулярно обновляется. Но вновь повторим, что красивый снимок не отображает темперамента животного, а ведь очень важно, чтобы человек и собака сошлись характерами. Если какая-то гиперактивная собака, которой надо гулять, прыгать, бегать, она вряд ли подойдет к пожилому человеку, ведущему спокойный образ жизни. А наоборот, для детей она будет самая то и наоборот. Поэтому мы всегда людям говорим, что фотография, это, конечно, прекрасно, но зачастую выбор надо делать именно руководствуясь темпераментом и характером собаки. Оливия по характеру спокойная, но очень любопытная. С ней общались дети, к ним она особенно тянется. Также эта собака может стать хорошим другом, одинокому или пожилому человеку. Оливия ждет, а вместе с ней ждем и мы. Если меркнет свет по кошке, на душе скрипутся кошки, то сумеет вам помочь, то прогонит кошек прочь. Это знает вся ты, это не собак, это не собаки. Нету существа, нету существа, ласкови собаки, мы сильней собаки. Нету существа.